Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Санкт-Петербурге в 1852 году Во время Первой мировой войны Император Николай II объявил елочную традицию Вражеской После Октябрьской революции запрет отменили Но в 1926 году власть рабочих и крестьян Вновь ликвидировала елочную традицию И лишь в 1938 году Огромная 15-метровая ель С 10 тысячами украшений и игрушек Появилась в Москве В колонном зале Дома Союзов Все-таки надо понимать, что елка живая Это все-таки атмосфера Это традиции, которые пришли к нам давно уже И поэтому Если вы не ставите Живую елку То, как всегда, используются Различные елочные венки Красивые Композиции красивые На вашем новогодном столе Это особый дизайн Может быть фишечек Когда вы не просто веточки поставили А уже небольшие элементы Какого-то небольшой шары Какие-то интересные Сейчас очень много классных Таких стеклянных Вытянных сосулек Как раз атмосфера По белой тона Сейчас очень красиво Вот эти ледяные тона Сегодня елочные украшения Стали настоящим произведением искусства Их можно найти в самых различных стилях От классического и ретро До современного и минималистичного Веб-сайты, мастерские и магазины Предлагают несметное количество Вариантов декораций Подходящих для любого вкуса Интерьера Ввиду такого огромного выбора И разнообразия У многих людей возникает вопрос Как все-таки будет правильно И стильно украсить елку И дом в целом Очень здорово И классно Что вот это вот состояние праздника Легко можно создать Это стало доступно Если брать мое детство Да, в 90-е Когда действительно был Маленький процент Маленькое количество И гирлянд И украшений Это было все дорого То сейчас на рынке В магазинах Да, вот Огромное количество Всех вот этих вот Прекрасных вещей Которых хочется Очень много Сразу приобрести И поэтому Самая первая ошибка И, наверное, рекомендация Это нужно понять Действительно Что вы хотите Как вы хотите Получить результат Потому что все-таки Нужно понимать Что есть Результат Равно Плюс цена Да, и вот это Вот получается результат Да, мы смотрим Как же все это происходит Вот И, собственно Поэтому нужно Проанализировать И первое Скорее всего Людям, которые Ни дизайнеры Ни архитекторы Я бы советовал Посмотреть В интернете Сейчас, благо Очень много С различных пабликов Где можно посмотреть Найти какой-то Аналог Который понравился Вот то настроение Та атмосфера Ее, конечно Бы сложно Воплотить полностью Но вот именно Подсмотреть там Ту цветовую гамму Да, подсмотреть Тот оттенок Гирлянды Да, который нужен Он должен быть Холодный Теплый Разноцветный История украшения елок Это история радости Надежды и любви К праздникам Она продолжается И с каждым годом Становится все более Кропотливой и необычной Ведь украшение елки Это больше, чем Просто декорация Это символ Семейного счастья Веселья, которое Объединяет людей По всему миру В это волшебное время года Подробнее о традиции Вы можете узнать В специальном новогоднем выпуске Культурного шока На нашем телеканале Карина Саяхова Валерия Карташова Маргарита Михайлова Ленаргий Затулин Универ Новости Продолжение следует...